Привет-привет! В этом видео мы поговорим о ремнях безопасности. Многие водители самонадеяны и приводят различные нелепые аргументы, касающиеся неэффективности использования ремня безопасности. Правы ли они? Среди водителей до сих пор питают множество ошибочных мифов о целесообразности их по использованию. Миф первый. В случае аварии пристегнутый ремень помешает быстро выбраться из горящего автомобиля. Хм, сам подумайте. Никому из профессиональных кончиков даже в голову не приходило гонять машину без ремнями безопасности. Миф второй. На небольшой скорости можно не пристегиваться. При движении со скоростью 80 км в час энергию от столкновения кассет, пампер и металл корпуса автомобиля. Но люди в салоне продолжают двигаться с прежней скоростью 80 км в час. Если водитель не пристегнутый, то с вероятностью 90% он в этот момент получит травмы брюшной полости и переломы ребер. После удара скорость резко снижается, но на машину и людей начинает действовать сила тяжести и инерции, которая при движении со скоростью 80 км в час увеличивает собственный вес каждого человека в 80 раз. То есть человек средним весом 75 кг получает удар, который по силе сопоставим с весом 6-ти тонной наковальни. Таким образом, эта ошибка может стать последней в жизни водителя. Известный случай, когда при езде со скоростью 30 км в час водители и пассажиры получили травмы из-за того, что у них не было пристегнуто ремни безопасности. Миф третий. Пассажирам на заднем сидении автомобиля можно не пристегиваться. Статистика говорит наоборот. Применение ремней безопасности снижает вероятность гибели и получение тяжелых травм для пассажиров. С заднего сидения на 25%. Миф четвертый. Если в машине есть подушки безопасности, то пристегиваться не нужно. Более 300 км в час с такой скоростью раскрывается подушка безопасности. Поэтому при фронтальном ударе непристегнутый человек получает удар подушкой, который по силе превосходит удар о передную панель. Миф пятый. Во время ДТП ремень безопасности может травмировать человека. Многие возители считают, что ремень безопасности может стать причиной травмы при аварии. Поэтому предпочитают не пользоваться им. Отчасти эти автомобилисти правы. Пристегнутый человек в момент ДТП может получить травму шейного отдела позвоночника, связанную с резким торможением тела во время инерции вперед. Но в сравнении с другими последствиями аварии, эти повреждения ничтошно мали. Миф шестой. Пристегнутый взрослый может удержать ребенка в руках в случае аварии. При столкновении даже на минимальной скорости в 30 км в час, с 7 кг ребенок оказывает нагрузку на руки, державшего равноценную 135 кг. Удержать такую массу невозможно. Плюс возрастает нагрузка на тело взрослого. А значит, держащий может просто-напросто придавить малыша. Вопрос обеспечения безопасности стоял перед автоконструкторами с момента изобретения автомобиля. Спустя десятилетия на этом пути достигнут ряд серьезных успехов. Скорости развиваемых автомобилей с каждым днем растут, поэтому производители удаляют обеспечению безопасности все больше и больше внимания. Но все усилия автопроизводителей будут напрасны, если водители и пассажиры будут игнорировать элементарные правила безопасности. В конце 60-х годов прошлого века в ряде стран принимаются законы об обязательном использовании ремней безопасности. Всякие споры о том, нужны ли на автомобиле привязанные ремни, сегодня не имеют под собой никакой почвы. Их эффективность достоканально исследована специалистами и испытана в самых различных условиях и на самых разных скоростях. Эффективность ремней безопасности Статистика говорит, что около 70% спасений в критичных авариях обеспечивают именно ремни. Для сравнения, подушки безопасности обеспечивают только 20%. Применение ремней безопасности уменьшает риск гибели водителя При фронтальном столкновении в 2,3 раза При боковом столкновении в 1,8 раза При опрокидывании в 5 раз При опрокидывании автомобиля ремни позволяют избежать удару о внутренней части автомобиля, фиксируя положение пассажиров. Применение ремней безопасности снижает вероятность гибели и получение тяжелых травм для пассажиров. Переднего сидения на 40-50%. Санного сидения на 25%. Для наибольшей эффективности необходимо пристегиваться водителю и всем пассажирам. Не пристегнутый пассажир во время аварии начинает на большой скорости перемещаться по салону и своим телом может нанести тяжелые травмы водителю и другим пассажирам. Так что, друзья, доверимся на статистику и рекомендую всем пристегиваться. Ну и в конце видео хочу попрощаться. Прошу подписаться на канал и нажать на колокольчик. Комментируйте видео и ставьте палец вверх. Спасибо всем за внимание.